Здравствуйте! В эфире программа «Жилье мое». Еженедельно мы решаем актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства Ярославля и области в студии Юлия Царева. Полную информацию о своем доме совсем скоро можно будет найти в интернете. В Ярославле началось формирование единой базы данных о состоянии жилищно-коммунального комплекса. Что в ней будет содержаться, для чего она нужна и кто будет заниматься ее наполнением, расскажем в следующем сюжете. Что такое электронный паспорт дома, многие уже знают. Для тех, кто не слышал, повторим. Этот документ содержит всю информацию о здании. Это год постройки, площадь, количество помещений, количество собственников, его технические характеристики, работы, которые когда-либо выполнялись, тарифы, которые применяются для ежемесячных начислений. Такие паспорта должны быть оформлены для всех домов нашего города. И на основании этих данных будет формироваться единая база данных. Полномочиями по приему и обработке информации на территории Ярославля наделено муниципальное предприятие «Информационно-расчетный центр». Прежде всего, эта база будет необходима для городских властей. Для того, чтобы эффективно управлять городским хозяйством, принимать управленческие решения эффективно, планировать бюджеты. Более того, база будет находиться в общем доступе, и у каждого жителя города будет возможность посмотреть сведения о своем доме. Чтобы они могли посмотреть свой дом, характеристики его, сколько денег собирается за коммунальные услуги, сколько начисляется. Посмотреть, когда был произведен текущий капитальный ремонт, когда планируются такие работы. Попадет в эту базу и весь частный сектор. А в Ярославле таких домов порядка 17 тысяч. Данные по ним будут предоставлять ресурсоснабжающие организации. Проблемы возникают с ТСЖ и ЖСК. Если в управляющих компаниях есть специалисты и возможности подготовить подобную документацию, то в жилищных кооперативах и ТСЖ зачастую таковые отсутствуют. Этим объединением жильцов будет оказана помощь. Уже проводятся обучающие семинары. Даже пенсионеры хотят быть на «ты» с компьютером, поэтому записываются на компьютерные курсы. Сейчас вот куда-нибудь открешься, везде дают небольшую информацию, остальное смотрите на сайте. Также идут коммунальные платежи, все любые платежи, все идет ссылка на интернет. Наше население стало активнее. Чтобы быть в курсе всего, что делается по дому, или просто добиться от коммунальной службы выполнения возложенных на нее обязанностей, порой необходимо проштудировать законы, изучить практику других городов. Татьяна Панкова подчеркивает, что формирование единой базы данных – дело нужное. Чтобы быть в курсе всех событий, что делается по нашему дому, по городу, естественно, будем для этого пошли учиться. Работа по формированию базы данных находится на старте. Но даже сейчас можно говорить, что в Ярославле она выполнена уже на 80%. И, скорее всего, к концу этого года она будет сформирована и запущена в работу. Информационно-расчетный центр работает уже 15 лет. За эти годы большая часть сведений о многоквартирных домах нашего города уже собрана и обработана. Чего не скажешь о других городах области, например, Рыбинске, Переславле. Подобная работа там никогда не проводилась и придется начинать с нуля. Управляющие компании расставили по местам. 47 из них сработали на тройку. Такие данные приводит Государственная жилищная инспекция Ярославской области. По итогам работы за четвертый квартал 2013 года сотрудники ведомства составили рейтинг управляющих компаний, работающих в сфере ЖКХ. Их деятельность оценивалась с учетом нескольких критериев. Всего в рейтинге 116 управдомов. Максимальную оценку 45 баллов заработали 11 организаций. Удовлетворительную оценку получили 58 управдомов. Остальные 47 набрали меньше 34 баллов. Стоит отметить, что крупные управдомы города Ярославля – аутсайдеры списка. А самые низкие оценки в рейтинге получила управляющая компания Кировского района. Подробнее с рейтингом можно ознакомиться на сайте Государственной жилищной инспекции. Бесплатных юридических консультаций станет еще больше. С 1 февраля в нашем городе начнется реализация проекта «Общественная приемная по защите прав потребителей в сфере недвижимости». На эту тему мы поговорим с гостями нашей студии. Это Наталья Куницкая, руководитель проекта «Общественная приемная по защите прав потребителей в сфере недвижимости». И Светлана Сорогина, юрист. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, с какими вопросами можно будет обратиться в общественную приемную? Ну, вообще, проект «Общественная приемная» подразумевает то, что жители города Ярославля могут обратиться абсолютно по любым вопросам, с которыми они сталкиваются по недвижимости. Это и сделки с жильем, и вопросы обеспечения жилищно-коммунального комплекса, и вопросы долевого строительства, и вопросы ипотечного кредитования и так далее. То есть абсолютно весь спектр услуг по вопросам недвижимости. Причем, повторюсь, проект абсолютно безвозмездный, поэтому все граждане могут получить не только консультацию, но и помощь отдельной категории могут получить. И все это абсолютно бесплатно? Светлана, расскажите, пожалуйста, какие специалисты будут вести прием? Предполагается, что прием будут вести квалифицированные юристы. Их штатные юристы есть, общественные приемные. Также есть юристы партнеров, которые также нам согласились помочь и будут рады увидеть людей, граждан с их вопросами. Это будут только юристы, да? На данный момент есть еще организации, которые также желают выступить партнерами. Возможно, это будут другие, не только юристы, но люди, которые непосредственно связаны с недвижимостью, в сфере недвижимости работают. Вот и агентства недвижимости города Ярославля, и оценочные компании, и юридические. То есть у нас довольно много, большой, скажем так, штат наших партнеров, которые имеют офисы, в принципе, вообще во всех районах города. Поэтому для удобства граждан можно будет обращаться не только в центре, но и в других районах. Наталья, расскажите, пожалуйста, эта помощь, она будет доступна всем людям или какие-то категории граждан туда только могут обратиться? Ну, на самом деле, проект, он рассчитан абсолютно на всех, то есть получить просто консультацию смогут абсолютно все граждане. Если говорить о какой-то конкретной помощи, то есть что-то конкретное, составить исковое заявление или пойти в суд, то такую помощь могут получить категории граждан, такие как ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные семьи, сироты. Вот этим категориям мы даже помощь окажем. Не только проконсультируем, но и поможем бесплатно. Вот расскажите, пожалуйста, еще, может быть, поподробнее, Светлана, вы, да? То есть мы сказали, что это будет не просто консультация, но и какая-то помощь. Это может быть составление претензий, да, каких-то документов, поподробнее об этом? Обязательно, да. То есть предполагается, что это будут как и просто консультации, куда обратиться, на что человек имеет право, кто компетентен разрешить его вопрос, но еще будут и вот относительно слоев населения менее защищенных, да, то есть это ветераны и вот то, что сказала Наталья Евгеньевна ранее, они могут обратиться, и мы, в принципе, согласны составить им какие-то акты, претензии, проекты претензий, бланки. То есть у нас уже запасены, так скажем, бланки претензий, бланки заявлений по наиболее острым вопросам в сфере недвижимости. Наталья, ну и, наверное, последний главный вопрос. Где и когда будут проходить эти бесплатные консультации? Ну, проект у нас стартует с 1 февраля, но уже, в принципе, сегодня даже можно и обращаться, и звонить. Телефон общественной приемной 335780, адрес ее основной на Свободы 2, офис 204. Это на площади Волково, всем нам известная бывшая гостиница Ярославль, где кафе Макмастер находится. Вот там у нас находится как раз общественная приемная, это основной ее пункт. Но, повторюсь, у нас есть партнеры, которые расположены в других районах города, и вот позвонив по телефону 335780, вы можете узнать о ближайшем для вас месте по вашему району и обратиться именно туда. Предварительная запись требуется? Желательно, конечно, да. То есть пока, может быть, вот на первых этапах, первые дни, может быть, не так будет большой такой наплыв людей, но впоследствии, конечно, лучше записаться, прийти, и мы с удовольствием всем поможем. Спасибо. А я напомню, что моими гостями были Наталья Куницкая, руководитель проекта общественная приемная по защите прав потребителей в сфере недвижимости, и Светлана Сорогина, юрист. Совсем скоро в ЖКХ появится новая профессия – профессиональный управляющий. Соответствующий законопроект просил подготовить премьер-министр России Дмитрий Медведев. Этот человек должен будет пройти обучение, приобрести необходимые навыки и получить соответствующий документ. Только в этом случае его допустят управлять домом или в некоторых случаях сразу несколькими домами. Чтобы начать свою деятельность, управляющему придется зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и предоставлять соответствующие отчеты в налоговую. В обязанности управляющего будет входить заключение договоров с ресурсовиками, работа с людьми, выполнение их поручений, защита их интересов. Затронет это нововведение и уже работающих председателей жилищных кооперативов и ТСЖ. Они обязаны будут пройти обучение и получить аттестат, либо заключить договор с профессиональным управляющим. Законодатели уверены, что благодаря этому в ближайшие несколько лет непрофессионалы должны уйти с рынка, а объемы коррупции снизятся в разы. Вот что по этому поводу думают действующие председатели ТСЖ. Само понятие необходимо давно уже было, я думаю, лет пять назад, как минимум, когда ввели жилищный кодекс, надо было там предусмотреть. Поэтому это очень актуально. Я думаю, что действующие председатели ТСЖ пойдут учиться, подавляющим большинством, независимо от возраста, заинтересованные председатели Советов домов, где они созданы, действующие именно, где они созданы, не на бумаге пойдут. Возможно, просто в учебных планах, когда таковые будут разрабатываться, надо сделать некоторые поправки. Даже не на возраст, а на уровень подготовки, но на уровень владения компьютером. Потому что законодательству подтянуть проще, рассказать о постановлениях и нормативных актах, а на уровне компьютером, там какие-то поправки должны быть внесены. Для тех, кто владеет этим, как продвинутый пользователь, и для тех, кто начинает. Купил участок под строительство, а там оказалось болото. Бывают случаи, когда, приобретая земельный участок под строительство собственного дома, по факту получаешь не то, на что рассчитывал. Чтобы не попасть в такую ситуацию и не доводить ее до суда, нужно обязательно выехать на место и самостоятельно посмотреть тот товар, который тебе предлагают. На что еще нужно обратить внимание, когда приобретаешь землю с аукциона, расскажет наш специалист. Аукцион по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной государственной собственности, либо право аренды на такой земельный участок, проводится только в отношении земельных участков, состоящих на кадастровом учете. Извещения либо сообщения о проведении аукциона публикуются в газете. Необходимо указывать в сообщении сведения о предмете аукциона, то есть его площадь указывается, местоположение и обременение использования указанного земельного участка. Также при участии в аукционе необходимо знакомиться с документацией. После знакомления с документацией мы вам рекомендуем все-таки выехать на земельный участок и ознакомиться с ним в натуре, чтобы в дальнейшем не возникало никаких проблем. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организаторам аукциона и победителям. На этом пока все. В студии работала Юлия Царева. До встречи через неделю на Первом Ярославском. Редактор субтитров А.Семкин